Современная финансовая система или финансовая наука, она строится не только на Талмуде, но и на Каббалистике. Сначала это Каббалисты что делали? Они сначала говорили, мы изучаем тайны мира. Ну а потом, значит, они сказали, мы можем не только изучать мир, мы его можем преобразовать, если мы будем манипулировать цифрами. Вот так появилась финансовая наука. Всем вероятно ведома вот такая вот монетка Вадим Евро, итальянская, и изображен на ней знаменитый рисунок Леонардо да Винчи, пропорции человека, вовсе божественные пропорции, вот изначально. А дело в том, что это все изобрел не сам Леонардо да Винчи, а как бы он делал иллюстрации к книге своего друга Луки Паччелли. И вот это вот был плод их, так скажем, совместной работы. А как раз вот о Луке Паччелли, как раз и хотелось бы сегодня поговорить. Есть у меня такая вот итальянская монетка в 500 лир. И посвящена она как раз юбилею этого человека. Ну, если вот сказать, что... Кто у нас самый, ну, самый бухгалтер номер один, вот в современном понятии. Вот это как раз Лука Паччелли и есть, потому что у него было несколько трудов, посвященным именно математикой, арифметикой коммерческой. Не какая-то вот, а именно строго на коммерческий уклон. А вообще написал, вот то, что мы видим на монете изображения, это Фра Лука Бартоломео де Паччелли или Паччелло. Вот был такой итальянский математик, один из основоположников современных принципов бухгалтерии. Паччелли родился около 1445 года в небольшом городе Борго-Сан-Сеполькро на граните Тоскана и Умбрии. Подросткам он был отдан на обучение в мастерскую знаменитого художника Пьеро де ла Франческо. Здесь его заметил великий итальянский зодчий Леон Батиста Альберти, который в 1464 году рекомендовал молодого человека, богатому ветцианскому купцу Антонио де Рампиази. В качестве домашнего учителя, поскольку талант у него был несомненный, видимо и сразу, при первом же разговоре, и вот поэтому ничего удивительного нет, что такая рекомендация поступила. В Венеции Паччелли посещает лекции знаменитого математика Доминика Брагодина в школе Риальто. В 1470 году он закончил свою первую книгу, которую написал для своих воспитанников – учебник коммерческой арифметики. В этом же году он оставил Венецию и перебрался в Рим, где был принят Альберт и поселился в его доме. Однако через два года Паччелли покинул Рим и принял монашеский постриг, став францисканцем. 14 октября 1477 года по 11 декабря 1480 года он был профессором в Перуджинском университете, где читал лекции по алгебре и геометрии. Развернутые конспекты двух курсов «Алгебра и пять правил Платона» были оформлены им в виде отдельной книги, которую автор посвятил своим любезным ученикам, отличным и славным юношам Перуджи. Затем в течение восьми лет он живет в Заре, ныне это Задар в Хорватии, где занимается теологией и математией, иногда совершая по делам ордена поездки по другим городам Италии. В 1494 году Почури опубликовал математический труд под названием «Сумма арифметики, геометрии, отношения и пропорции», посвященная герцогу умбрийскому Гверибальду де Монтерфельтро. Вот в этом сочинении излагаются правила и прием арифметических действий над целыми и дробными числами, пропорцией, задачей на сложные проценты, решения линейных квадратных и отдельных видов биквадратных уравнений. Примечательно, что книга написана не на обычной для учебных трудов латыни, а на итальянском языке, чтобы было проще учить и воспринимать.